Вы смотрите Вестник Городской Думы. Меня зовут Кристина Слепцова. Здравствуйте. Сегодня в границах 22 округа со мной работает депутат Дмитрий Алексеевич Шерстнев. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему мы пришли именно в этот двор, что здесь было сделано? В прошлом году здесь установили качель, там установили тренажер по обращениям граждан. Старшая дома обратилась, заявку приняли, смотрели и установили. В этом году планируется уже сделать тоже комплекс по адресу 20-4 улица Контимирова. Расскажите, вы говорите, старшая дома обратилась, а вот процесс установки, там согласования вообще-то долгий, то есть сколько заняло по времени? Ну, в прошлом году было обращение старшей дома изначально, встретились, обсудили, показал каталоги, то есть они посовещались с жильцами другими и выбрали, соответственно, определенные комплексы формы, малые архитектурные. После обратились с заявлением на мое имя с просьбой рассмотреть вопрос возможности установки данного оборудования, после чего я уже обратился в управление ЖКХ, администрации города и была произведена установка в прошлом году. То есть, получается, это все случилось за один сезон, да, можно сказать, за один год? А что здесь раньше вообще было? То есть, на этом месте стояли какие-то, может быть, старые качели или вообще ничего не было? Ну, как вы видите, двор здесь, в нем имеется ряд, имелись, да, ряд комплексов, тренажеры, да, их устанавливали до этого, они были, то есть жильцы молодцы, сами тоже заботятся о своем дворе. Сейчас мы направляемся во двор дома 20-4 по улице Контимирово. Вот тоже в этом году поступило обращение от старшего дома с просьбой рассмотреть тоже возможность установки каких-либо малых архитектурных форм. Также направил в адрес жителей каталог и посвящавшись они выбрали. Тут достаточно интересный такой комплекс, планируется установить горка, насколько я помню, баскетбольное кольцо входит в комплект и турники кольца, то есть он как и для детей помладше и для детей постарше. Вот где-то здесь он должен быть установлен. Вот на этой территории, да, вот за песочницей. А какие-то демонтажные работы придется проводить ради этого или где-то на пустой территории? Если потребуется, да, скорее всего могут часть сооружений в виде труб, наверное, уберут жильцы сами. Там они уже, конечно, по месту определятся более точно, когда начнется установка и будет визуально понятно, что из себя представляет этот объект, потому что каталог есть каталог, всех размеров не совсем понять. А еще в этом году где-то у вас планируется в округе какие-то работы, во дворах, может быть, ну, тоже установки, либо обрезки, какие-то деревья санитарные, что-нибудь? Да, по студенческой 49 планируется установка. Там Алла Адамовна очень активная, старшая, молодец, звонит, когда какие-то вопросы появляются. Ну, также с ней обсудили. И по Воронковой 10 тоже там будет несколько тренажеров уличных установлено, тоже по выбору жильцов. Дмитрий Алексеевич, а вообще вот как жители сами относятся к вашей работе, к тому, что вы помогаете им устанавливать детские площадки и малоархитектурные формы? Сохраняют, берегут, либо наоборот? Как я заметил, в прошлом году были установлены, в том числе, по студенческой 45, по Воронковой 12 малоархитектурные формы. И жильцы бережно к ним относятся. То есть, вот даже если говорить о студенческой 45, жителе которого выиграли хоккейную коробку, вот там Светлана, старшая дома, она очень бережно относится, следит, утром открывает, вечером закрывает. То есть, жители молодцы, конечно. И, ну, как сейчас даже мы видели, качель, которая была установлена, она, ну, как нет, на мой взгляд, краска даже не облезла и нигде не поцарапана ничего. То есть, жители заботятся о том, что им установлено. А как насчет общественных территорий в вашем округе? Есть что-то, расскажите. Да, это территория около кинотеатра Харбин. Тоже, насколько помню, в 2019 году было голосование о том, какая территория подлежит благоустройству, по мнению жителей, в следующем году. И была выбрана территория, как раз-таки, находящаяся на округе 22, это около кинотеатра Харбин. И тоже благоустроена была. Сейчас люди там гуляют с детьми. То есть, очень красиво, на мой взгляд. И деревья высадила организация, которая занималась благоустройством. То есть, я считаю, это хорошо очень, что появляются места, где жители не только данного округа, но и любой желающий, который хочет отдохнуть, провести приятное время. Да, даже просто уйдя из магазина с покупками, посидеть, отдохнуть. То есть, я считаю, это хорошо. И в этом году, даже весной, мы с библиотекой имени Машука, с работниками принимали участие в уборке данной территории. Дмитрий Алексеевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Вам спасибо. А телезрители, мы с вами прощаемся до следующей недели. Спасибо за внимание. Встретимся в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!